Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами продолжаем работать с конфигурацией 1S ERP. Мы будем говорить о новом виде учета. На самом деле мы уже неоднократно его касались с разных сторон. Это регламентированный учет. Это тот учет, который мы ведем с целью предоставления информации государству и, возможно, инвесторам, чаще всего обычно, государству. Для цели управленческого учета я крайне не рекомендую его применять, потому что во многом этот учет формируется к моменту закрытия месяца, иногда еще приходится перезакрывать месяц, когда какие-то документы забыли ввести. В общем, в целом, это, да простят меня бухгалтера, это, по сути, вторичный учет, если ваша организация грамотно поставлена управленческий учет. Я напомню вам то, что рассказывал в одном из видео. Да, это о том, что у нас имеется оперативный учет, на основе которого у нас существует управленческий учет, на основе которого, как бы, у нас мы принимаем решение. Также на основе оперативного учета у нас существует бухгалтерский учет и налоговый учет. Особенным является международный финансовый учет. Этот учет может существовать либо на основе оперативного учета, либо на основе регламентированного учета, который существует на основе оперативного учета. Ну, вообще, по практике обычно МСФО существует на основе все-таки оперативного учета, да. К примеру, в задачах решения спецконса мы применяем такой способ, да. Мы включаем МСФО на основе оперативного учета. Вот. Что касается неких настроек, которые нам действительно понадобятся. Хочу обратить ваше внимание, да, что наш любимый справочник структуры предприятия, он, на самом деле, конечно, тоже нужен. Конечно, он должен быть заполнен, что у нас есть, да. Это когда мы будем отражать финансовые всякие обстоятельства, результаты. Но ключевым является не он. Ключевым является вот этот справочник, справочник организации. Давайте сейчас его здесь найдем. От сведений о предприятии до сведений об организации. Вот. У нас она называется «Хлеб и булки», да. Мы не увели ИНН, КПП, АКВ, это еще 150 других цифр. Адрес, регистрационные данные. Обязательно все это должно быть введено. Учетная политика, да. Мы можем, как бы, создать новую, ввести ее в действие с какого-то месяца. Оказываем ставку налога на имущество, можем указать освобождение, снижение налоговой ставки. Ну, зарплаты кадра я уже подробно разбирал, да. Не буду на этом так останавливаться. Есть возможность настроить некие логотипы Фоксимилия. Здесь нам еще надо создать, на самом деле, лица с правой подписи. На этом я не останавливался, как бы, в прошлый раз. Сейчас мы на этом и остановимся, да. Это будет вот Максим Второй. У нас тут ничего нет. Давайте создадим должность, и она будет введена в штатное расписание. Должность будет... Ну, рабочее наименование будет такое, как предлагает программа. Вот. Ну, на самом деле, мы, конечно, должны сюда еще ввести главного бухгалтера. Ну, пока ограничимся без этого. До одного можно заглянуть в штатное расписание. Пойдемся без подразделения. Что у нас здесь есть? Вот наименование. Не, ну, давайте мы это лучше все-таки сделаем из соответствующего раздела. Что касается, кстати, настройки. Нам надо с вами зайти в регламентированный учет. И посмотреть, что у нас тут есть. Здесь, на самом деле, очень мало чего есть. Ну, ручное изменение мы включать не будем пока, потому что, ну, это такое дело тяжелое. Потому что могут так наменять, что потом концов не найдешь. Вот что мы с вами сейчас, наверное, включим, да. Это вот, а, мы включили группы настроек финансового учета. Это для чего нужно. Ну, допустим, у вас, как бы, на складе происходит, там, отгрузка и тому подобное. Вот. Если не включить эту галочку, то у вас счет учета будет везде одинаково. Если вот вы хотите, чтобы был разный, да, или вы хотите, чтобы у вас поставщиком были не только по одному счету операции, но и по нескольким счетам. Обязательно включите группу настроек финансового учета, да. Потому что, видите, разделение номенклатур и расчетов по группам настроек. Вообще, я уже, как бы, говорил, но еще раз на этом остановлюсь. У нас есть всего, на самом деле, это три, условно, на самом деле, так две возможности для ведения бухгалтерских проводок. Это регламентированный учет, операция регламентированный учет, да, здесь мы можем ввести просто вручную какую-то проводку. Ну, я крайне не рекомендую этим пользоваться, да, потому что, на самом деле, это, ну, мягко говоря, неэффективный вариант. Что у нас еще есть? У нас есть возможность, ну, основная, как бы, да, это отразить в документе. Давайте сейчас откроем, насколько я помню. Здесь я это не отражал, да, но отгрузка-то пока запрещена, но нам-то с этого, какая разница. Вот, отразим в регламентированном учете, что такое. Вот, видите, что, значит, не настроено. Сначала надо все это настроить, но мы все, конечно, настроим. Давайте глянем здесь. Наверное, такая же картина будет. Вот. Считал, что-то не настроено. Очень печально. Ну, есть еще, как бы, третья возможность, на самом деле, это финансовый результат закрытия месяца. Обратите, пожалуйста, сейчас внимание на это. Потому что не надо все это вручную мучиться делать, да, то есть сначала мы формируем себе стоимость, затем формируется финансовый результат по направлению деятельности, что исполнение идет сверху вниз. Вот. И дальше мы отражаем документы в регламентированном учете, да, мы можем сейчас нажать, вот. На самом деле, 16 их не отражено из-за ненастроенных счетов учета. Вот. Можно было не мучиться и посмотреть, да, чего не настроено. Вот, например, выпуск продукции, выполнение работ, да, в организации хлеба и буки, в подразделении цеха тортов не указан счет. Вот. Собственные товары. Хорошо. Давайте сейчас посмотрим всю эту историю. Так. Производство. Цеха тортов. Что там у нас? Индивидуальный график. Ну, на самом-то деле, этого особо отсчета не видно. Так. Ну, вот. В подразделении цеха тортов не указан счет. Наверное, тогда мы говорим о чем-то другом. У нас есть еще справочник подразделения. Подразделение организации. Но обратите ваше внимание, здесь у нас все очень сильно регламентировано, допустим. И у нас все здесь может быть по-другому. Здесь мы можем указать, например, и вид деятельности, все и тому подобное. Бухучеты, выплату зарплаты. Там многие настройки. Ну, и как бы здесь этого всего нет. Так. Шки, у нас еще есть варианты. Клод товаров. На самом деле, мы, конечно, это чуть позже настроим, но, как вы видите, на самом деле, сходу это очень и очень сложно, да, закрыть. Итак, о чем я еще хотел сказать, это что у нас операции регламентированного учета. Они есть в журнале проводок. Можно здесь посмотреть, да. Вот, вот, с писанием безналичных денежных средств. Можно заглянуть и убедиться, что все прошло нормально. Также вот, что я еще хотел, наверное, включить. Партионный учет у нас с вами включен. Учетность по НДС. Обособленный учет мы с вами пока включать не будем. Не надо. Потом концов не найдем. Что там у нас еще? Какие-то справочники нам необходимы. Вот у нас есть полночетово-бухгалтерского учета. Можно посмотреть, который... Ну, у нас он типовой. На самом деле, в организациях достаточно часто к нему добавляют какие-то субсчета. Хотя это, как бы, большую необходимость я в этом не вижу. В любом счете, у нас есть классические, как бы, параметры, которые я их рассматривал в курсе по бухгалтерскому учету. Валютный, количественный учет по подразделениям, налоговый. Но я не буду вылезать за пределы типового. У нас для каких-то обстоятельств имеется управленческий учет и пытаться здесь что-то такое невероятное придумать я не вижу смысла. Все и так, на самом деле, хорошо. Вот, смотрите. Требуется заполнить счета учета номенклатуры на складе, счета учета расходов, счета учета доходов и так далее. Вот. Очень удобно, что есть гиперссылка. Настройте счета учета. Вот. На складе. Не надо мудрить что-то от себя придумывать. Склад у нас там какой? Склад товаров. На самом деле, не совсем это как бы правильно. Пускай будет готовая продукция, хотя тут и покупные изделия. Как я уже сказал, тут видите, всякое есть. Товары на складах. 41-й, 01-й. Ну, для нас сейчас не важно. Сюда положим. Так. Видите, 50-й подставился, поэтому документы провелись. Расчеты с контрагентами, да? Расчеты с клиентами. Ну, пусть будет так. С поставщиками. Значит, сюда. Ну, претензии повесим сюда же. Ну, без расчета по комиссии, скорее всего, мы обойдемся. Прочие доходы. Ну, у нас просто был еще договор кредитов и депозитов, поэтому оно полезло. Так. Что там у нас? Охрана. Это общехозяйственный расход чистой воды. Хотя можно было списать и на 25-й. Мы сейчас как бы не изучаем бухгалтерский учет. Это все... Не суть важна. Да. Вот. Что такое? Кто-то еще остался. Считал, что-то номенклатура на складе. Какой ужас. Да? Ну, все указано. Почему ругается? Все не так. Финансовый учет и номенклатуры. Считал, что-то продаж. Ну, у нас сейчас нет никакой особой там... Да, и зачем нам какая-то особая форма? Так, кстати, группы... Создать можно было, да? Но пока обойдемся без этого. Ну, не судьба, что ли? Нет, вот она. Ну-ка, попробуем обновить. Ну, очевидно, это связано с включением группы. Поэтому у нас теперь это все как-то вот замерзло. Передача на комиссию. На самом деле, вот поэтому я не люблю лимитированный учет, что нужно сидеть и вносить где-то тысячи циферок. Чего не хватает? Считал, что-то номенклатура на складе. Ну-ка, еще разок. Ну, вроде все. Рекомендую все-таки перед осуществлением вот этого процесса проконсультироваться с бухгалтером. Поскольку все эти вот обстоятельства, они постоянно меняются, да? Я все-таки являюсь консультантом по 1С и в основном специализируюсь на управленческом учете и на таких вот более-менее стабильных обстоятельствах. Я могу вам показать, где вот вы можете все это настроить. Но, как бы, саму настройку вам придется делать самостоятельно. Вот, кстати, отразились документы в регламентированном учете. Что, на самом деле, очень удобно. Так, спасибо за внимание. Дальше мы будем продолжать рассматривать пока регламентированный учет.